Смотр строя и песни – это только один из трех этапов состязания «Зорница», который ежегодно проходит в школе номер один. Ребят также ожидали оценка жюри за подготовку боевого листка и полоса препятствий. На смотре выступили восемь команд, по две от каждой параллели. Судьи оценивали синхронность выполнения строевых упражнений, следили, чтобы все элементы были исполнены без ошибок, четко, всеми участниками команды одновременно. Еще один критерий – отбор и качественное исполнение строевой песни. Содержанию музыкального произведения следует быть патриотическим, а исполнители должны передать характер песни, исполнив ее хором. Четвероклассник Андрей Кулигин к участию в таком состязании подошел очень ответственно, ведь об армии он знает не только из книжек и кинофильмов. Его брат служит по контракту в десантных войсках в Туле, а когда приезжает домой, то знакомит Андрея с азами умений новобранца. Он поднимает у меня отряд подъем и говорит, чтобы я шел умываться, чистить зубы, и чтобы я одевался и шел завтракать. Брат Андрей не остался в стране и при подготовке к смотру. Он не только помог выучить команды, но и подобрать строевую песню. Брат со мной дома занимался петь песню, маршировать, выполнять команды. И хотя в этот день брат Андрей находился далеко, четвероклассник чувствовал его поддержку. Уверенное выступление его класса 4-го А привело к победе в конкурсе. Жюри, в состав которого вошли руководство школы и капитан запаса Алексей Бугаенко, высоко оценило подготовку ребят. Первое место четвероклассники поделили с 5-м А-классом. Среди участников постарше победу отдали 6-му Б-классу. Ребята из 4-го А и 6-го А стали обладателями первого места за изготовление боевого листка. Все волнения позади. Многочасовые тренировки не прошли даром. Впереди праздник, и каждый из ребят подготовился к нему по-своему. Я сделал листок и на нем написал с 23 февраля. И потом по буквам составлял желание. Смотр строя и песни – это не только соревнования, но еще и показатель сплоченности и слаженности коллектива. И ребята из первой школы доказали, что умеют работать в команде. Ольга Шалатова, Иван Хромов, Михаил Поляков. ТВ Испущино.